Интернет-мошенники обманули пенсионерку из Зеленца и лишили ее круглой суммы. Набрав кучу долгов, женщина решила инициировать банкротство. За помощью через сеть обратилась к юристам, но работа с ними не сложилась. О том, как делать не стоит, Дарья Волокжанина. Когда переехала в эту квартиру, бывшие хозяева у меня все вынесли. Здесь не было ни раковины, ни плиты, ни газовой колонки. Холодинник это мой. Это все пришлось не заново покупать. Потому что здесь ничего, даже смеситель сняли. Все пришлось покупать, не взяла я деньги в кредит. С этого началась кредитная история жительницы Сыктывдинского Зеленца Галины Михайловны Холоповой. Первый свой заем пенсионерка взяла в микрокредитной организации. Купила на эти деньги диван, шкафы и кое-какую бытовую технику. Было это так давно, что мебель изрядно потрепалась. Дальше новый кредит уже в крупном банке – 120 тысяч рублей под большой процент. Купила я телевизор, эту стенку, за счет того, что взяла кредит. Стенка большая, мне очень понравилась, потому что там очень много ящиков. Вещей много заснуть можно куда-что. Большой телевизор, но этот уже из-за другой. Покупала я поменьше, он уже сломался. Купила мягкую мебель, тоже уже протерлась. Нужно опять брать кредит, но кредит больше брать не буду. У меня теперь пенсия большая, я могу так позволить себе купить. Это моя коша Муся. На этом пенсионерка не остановилась. Обустроила еще одну комнату. На те же кредитные деньги. Потом я подумала, что еще купила. Купила новый компьютер. Это монитор уже у нас новый, был старый. Он у нас сгорел. Сейчас купить новый монитор, новый процессор. Себе купила новое спальное место, но ремонт еще не сделан. Коплю деньги на ремонт в этой комнате. Когда поняла, что домашний уют выходит в копеечку, снова взяла займ. Под процент поменьше. Перекрыла старый долг. Стала платить новый. Три месяца проплатила, и банк закрылся, обанкротился. Не принимали, некуда принимать. И то, что я успела отправить за два месяца, мне через три месяца к новому году опять пришли обратно деньги, потому что некуда платить. Я так и не платила. А потом в сентябре было бы три года, а там, как по закону, если три года банк не принимает расчет, то пенит аннулируется. А в августе пришло письмо со страховой компании, что они выкупили долг про бизнес-банк. И мне там начислили и пении, и штрафы. И почти что 800 тысяч. Брало 200 тысяч. Дальше суд и ежемесячные платежи. Тогда Галина Михайловна осознала, что со своей небольшой пенсией и зарплатой платить по счетам ей придется не один год. Единственный выход, посчитала пенсионерка, это банкротство. Чтобы облегчить процедуру, нашла в интернете юридическую компанию. Оставила заявку. В тот же вечер ей перезвонили. Пообещали помочь. Нужно лишь подписать договор, собрать необходимые справки, заплатить 45 тысяч в арбитражный суд и внести платежи за юрпомощь. В месяц около 7 тысяч рублей. Все запросы шли на мое имя, на мой адрес. Мне нужно было это опять подписывать и опять же им отправлять. Это почти два раза в неделю. Это большие конверты, это большие письма, это денег много уходило. Но лично они мне не звонили. У меня была у них электронная почта моя. Они по почте электронной не общались. Я звоню, у них телефон недоступен, как не зарегистрирован. Видимо, одноканальный телефон, я так поняла, что это мошенники. Пенсионерка успела отдать мошенникам около 40 тысяч рублей. Через полгода после того, как Галина Михайловна перестала переводить им деньги, пришло письмо. Мошенническая юридическая фирма решила из-за неуплаты расторгнуть договор и выставила штраф 120 тысяч рублей. Но даже эта неудача не остановила добродушную жительницу Зеленца. Через год она снова через интернет обратилась за помощью к юристам. И слава богу. Я нашла другую компанию, которая очень хорошо проработала. И я уже банкрот. Рада. Аж прыгать хочется. На радость женщине новая фирма оказалась добропорядочной и выполнила все обязательства. Накажут ли интернет мошенников – неизвестно. Но пенсионерке этой истории преподнесла жесткий урок. Жить надо по средствам и избирательно относиться к информации в интернете. Это же банкрот уже? Сейчас только мне звонят. Предлагаю вам кредитную карту, сумму на 1 миллион рублей. Я говорю, вы дадите мне ее безвозмездно? А мне не надо. А теперь уже банкрот тебе уже предлагает. Но я не хочу больше. Никаких больше кредитов, никаких больше долгов. Все. В зале классе. Дарья Волокжанина, Дмитрий Булаев, Телеканал Юрген.